сегодня пятница мы не пьем огонь в эту пятницу мы ее заменили более полезным напитком вот лера амбассадер этих напитков попиваю частенько энергетик монстр это с манго соком я вообще энергетики не особо люблю но этот вообще по вкусу не похож на энергетик обычный мультивитаминка всегда когда в детстве мы пили соки в детстве спрашивают вам какой апельсиновый там вишневый сгорел мультивитамин пожалуйста было чем мультифрут на вы это не любил а вот это такой с мякотью я не любила потому что после него хотят сильнее пить и и какой-то в слой какой-то был до вонючий типа пришла там я воды какие-то а там мультивитаминка там витаминки там тропикальные фруктики разные поэтому я всегда его брала какой-то собрал или апельсиновый или мультивитаминчатый вот иногда я покупала еще банан с клубникой такой сочетание сильно дал в лице такой как смузи такой густой обалденный в маленькой упаковке продавался вот так вот делаешь и я вот не могу понять всегда проходили так быстро или это только сейчас не только сейчас да нет я помню я последние пять лет говорю что блин так быстро проходит 3 или последние три года и говорю постоянно об этом что быстро проходит время мне кажется только сейчас вот эта неделя очень быстро пришло сколько осталось с ней до лета ставай лайк осталось 30 дней до лета вконтакте больше считали вконтакте уже ж никто не сидит россияне сидят знаете когда я смотрю какие-то видео русских людей там или что-то мастерами вижу они говорят моя ссылка на вконтакте и думаю вообще это вымерло уже а не россияне они все сидят до сих пор вконтакте они и меня много русских посмотри поэтому я не кого не обижаю вы вы ребята вы много кто сидите вконтакте все сидите в украине запретили в европе можно пользоваться да мы тут может контакте пользоваться а в украине ты запретили конда то есть украина просто не пользуется беларусь и лрси пользуется Да. А что там, кстати, интересно зайти, посмотри. Я сижу. А ты сидишь? Конечно. А ты заходишь периодически? Ну раз в неделю точно захожу. А, и что там? Сидеть на пабликах, типа... У меня сохранёнки даже там обновляются раз-перераз. Боже мой. Может на следующее видео реакция на мои сохранёнки. Там просто... Короче, лоток, следующее дело. Я ещё пока не чувствую энергетика. Я тоже не чувствую. Может, я не поняла ещё. Знаешь, разница есть между вот этим вкусненьким и обычным? Тот жёстче или это одинаково по действию? Мне кажется, по действию одинаково. О, ну тогда отлично вообще. Хороший вариант. Просто у них какой-то... Слушай, ну вот если бы не было тропикального, то мы бы сейчас его не пили. Мы бы не пили. Потому что там лоток это... А ты любишь этот вкус? Ну не сказала бы. Сказала бы, что я люблю его в каком-то гантеле, может быть. И вот я, кстати, пила, как-то набухалась в Бресте. Поехала со своим большим парнем пресс на вечеринку. Ага. Как ты ещё раз делала? Это... Офник слово называется. Мы сегодня выучили новое слово. Офник. Офники. Да. Офник. Это очень интересная, кстати, цитатура. В моём городе, откуда я, в Запорожье. Запорожье, привет. Очень много офников, кстати. Если вы не знаете, кто такие офники, ребят, то прогуглите. И тогда вы со мной согласитесь, я думаю. Да и вообще много где офники есть. Ну, мне кажется, здесь тоже дохера. А ты не офник? Я, мне кажется, имела тенденцию к офничеству, но уже нет. А это как ты избавилась от этого офничества? Просто... Я читала книги. Я смотрела «Харри Поттера» и всякого типа. А, и офничество она как-то присмотрелась. Это вообще не то. Это типа два разных лагеря, да. Ну, ты поняла, что офничество не твоё? Нет. Да. Я была тоже офником. Сколько времени? Очень долгое время, мне кажется. Мне кажется, иногда, что я до сих пор офник. Как в некоторые моменты, типа. Но мне говорили даже в детстве, не в детстве, а вот, впрочем, мне говорили, что типа я из-за себя как быдло. Мне это не все говорили, или пару человек, я сказала. Опа. То есть, быдло это и есть, ну, похоже чуть-чуть на офников. Но смогла бы ты в трезвом уме, выпив три глотка энергетика, подойти на улице к человеку и сказать «Поясни за шмот». Ну, если бы захотела, смогла бы. Ты реально. Но я бы так не знаю. Ты офник. Да. А классный трек. Зато «Убитый», надо запомнить. Убитый. Офник. Я слышала этот трек. Что этот трек откуда? В каком-то видеоклассе. Убитый. Ну, не знаю, я надеюсь, что я реально засну, потому что я так поздно и никогда не пила энергетика. Ай, что за клон? Мразь. Поговорим о мальчиках? Мальчиков. О мальчиках. Хорошо, можно сказать? Мальчиков. Мальчиков. Ну, их нету. Их нету? Да, на секунду с нами. Да. И мне, типа, ничего. Это никак не мешает. Мне уже мешает. Ладно. Ну, давай, другого черта. Ну, вот именно. Давайте обсудим такой вопрос, как или ты ЗОЖ, или ты тусовщик. Ты Лера ЗОЖ, или тусовщик. Объяснить свою позицию. Я хочу сказать, что глупо быть радикальным в каком-то вопросе. Я и не ЗОЖ, и я не наркоман. Еще. Давай перезапишем. Я не ЗОЖ, и не какой-то там, да, то есть алкаш. Вот. Но мне кажется, что можно один раз в месяц позволить себе бокал вина белого. Я считаю, что можно позволить себе бокал вина грузинского красного. Только такое. Ну, по-другому уже в хуйню. Не очень. И потом можно кофе выпить. Это тоже считается наркотиком. Про кофе удали. Красный подход к ЗОЖу такой, что нужно в балансе быть. Конечно. Ну, реально. У меня тоже такой подход, что не нужно уходить в какие-то крайности. То есть, если ты хочешь быть ЗОЖником, прям 100%, ты к этому пришел, тебе это комфортно и окей. Клин тебе жаль, типа. Или так-то. Но, типа, нет, каждый имеет право на делать то, что ему нравится. Но, меня бесит, когда люди приходят к 100% ЗОЖ и начинают всех остальных как-то унижать. Или, типа, ой, фу, ты там что-то пьешь, ой, фу, ты там тусуешься и так далее. Хотя, очень часто эти люди, которые 100% ЗОЖ, они в прошлом были, наоборот, супер-мега тусовщиками и поэтому пришли именно к такому крайному ЗОЖу. Да. И поэтому меня бесит, когда начинают тебе предъявлять какой-то бокал вина, например, раз в неделю. Таких реально людей много, особенно в инстаграме таких дохера людей. Или говорят, что ты вега, ты не должна вообще ничего типа. Ну, или это тоже. Я считаю, что должен быть баланс. И если ты за здоровый образ жизни, как бы это не значит, что ты не можешь иногда потусоваться куда-то пойти, и тот же даже глупости хочется, ну, спокойно. То есть не нужно себя, я считаю, загонять в рамки какие-то и на себя вешать ярлыки. О чем говорю у себя в инстаграме, это то, что можно спокойно совмещать тот же алкоголь, или пойти куда-то на вечеринку, или там выпить три чашки кофе в день, или сожрать попкорна и чипсов в кино, так сказать. И на следующий день пойти побегать и в свою нормальную диету, есть свои овощи, фрукты. Тогда у тебя будет нормальное ментальное здоровье, и тебя не будут считать каким-то странным. Делится тоже общество на людей, которые… зожники адекватные, зожники странные немного, и те люди, которые смеются с зожников, с любых. Я не знаю, в каком мы… Мы адекватные зожники. Мы адекватные и мы еще ржем. Ну, то ржем – это уже большой плюс. Да, да, но это немного уже… ну, конечно. Зожники по ору и в адеквате мы. Да. Которые могут себя тоже поржать. Но самое главное, конечно, не загонять другого человека в рамку какую-то, да? Какую, например? В фоторамку. Ну, типа, ну вот, мы можем выпить, мы не должны говорить «пей», типа, «ты сейчас не выпьешь в рот, уйдешь с нашей тусовки». Ну да. Тоже такого нельзя. И нельзя противоположное тоже какое-то… То есть нужно уважать пространство других людей. И это ко всему, конечно же, в жизни относится. Лера, а вот скажи, как ты буквально во сколько начала вообще? Видела Гололь? В семнадцать лет, мне кажется. И что ты, с чего ты начала? Ну, типа, с детства там почти всем нам давали пробовать, но вот как только я уехала… В селе, типа, да? Конечно. Но когда уехала с родного города, то первая моя, и, значит, последняя, так сказать, тусовка гибла, это какой-то был или виски, или коньяк, мы так и не поняли. С кока-колой. Что это я вставила как-то, да? Ну, очень сильно меня вставило. Да? Да. Что очень сильно снимались видео, потому все эти видео прислались маме моей. Боже. Мам, да. А кто это скинул? Скинул кто-то, типа? Да. Какая-то крыса у вас там была. Ну, которая жила с нами. Моя бывшая одноклассница. И она скинула специально? Ну, да. Потому что, чтоб тебе… Она скинула, скинула фото моей маме. А зачем она это сделала? Посолились? Она не хотела убирать. Она хотела… Она ела чужую еду. Мы все это, ну, говорили. Ну, конечно же, ей хотелось какую-то там мессаву сделать, и все. Боже. Какие красивые в этом свете, да? Я бы никогда не смогла сделать. Так это муж сейчас вообще не показывается. Мы не знаем где. Еще и знала телефон твоей мамы. Кашкин. Из всех суперспособностей. Какую бы ты хотела себе суперспособность? Чтоб ни у кого не было. Вот у нас двоих с собой есть в мире две суперспособности. Вот нам нужно выбрать. Типа абсолютно пофиг. Может даже бесполезная какая-то быть. "'Накидка-невидимоch''. Так ты можешь просто невидимой быть, например? Я хочу просто быть накидкой, когда мне нравится. Так ты можешь типа включать невидимость свою? Ну, хорошо. Включать невидимость. Невидимость ты хочешь, да. И ты можешь, например, дотронуться этого предмета, ну захотите, и он тоже невидимый, не тому именно такое? Или только ты невидимая? Нет, я только невидимая. Ну и ты невидимая. Если ты захочешь украсть деньги с банка, то как ты? Вы не сужели, ну, как бы, денежки. Они же будут виден, и мы... А-а! Уже не первый раз? Я же сама в этом думаю каждый раз, просто мы. Я часто думала о том, типа, с кем бы я хотела остаться на земле, если бы все исчезли. Ого! Я не помню, что я не придумала. А какой-то актёр какой-то? Я, ну, какой-то мужик по-любому, какой-то мужчина. Чтоб он весёлый был. И чтобы он был красивый Ну я бы тоже с каким-то таким оторванным Вот с Рокетом, рэперу Рокет мне нравится в принципе А вот этот показатель? А ты знаешь какой он? Не знаю Сейчас он посмотрит видео Рокет Что зовут? Сейчас этот, сейчас какой-то его фанат посмотрит видео И скинет ему скажет, что ты про тебя тут рассказали Раскатали? Раскатились по тебе Лера, полувеган, как бы иногда может устресу какую-то съесть Потому что она любит морепродуктики Ну это очень редко типа Если куда-то выезжают Почему ты вообще решила мясо не есть? И когда это было первый раз? Первый раз это было в семнадцатом году Прочитала книгу «12 ступеней к сыроедению» И на три месяца стала сыроедом А ты с ней время начала? И ты началась книга про сыроедение? Да, я сразу пристала, я выбросила все Я читала эту книгу и не ела Я такая, ё-моё И типа полностью сыроед А что ты пришла? Кто тебе посоветовал эту книгу вообще? Все хорошо прочитали? У меня был друг на тот момент лучший И он любил Романа Милованова, возможно Я шарю его И он мне посоветовал просто Он был лучший друг? Ну был, да, на тот момент Он с Харькова? Нет, в Донецкой Но он тут жил? Нет А он сам веган был? Да, он был веганом Типа я даже не знала, что это такое за слово Я не могла отличить предзиральность от веганства Ну и почитала книгу и все Он веган был, а я была сыроеда Типа я была еще филижа Да Ну три месяца прошло Что-то как-то я приехала в Харьков А подожди, ты книгу... Тебе посоветовал Друг или Милованов сказал про эту книгу? А, или Милованова... Ай, хрен, я не знаю Друг тебе посоветовал Милованова канал? Походу, да, да А ты посоветовал, потому что Милованов же сыроед пройдет? Да, походу, да Был точно, сейчас не знаю, сыроед он или нет И еще, да, я интервью еще какое-то посмотрела Он там с кем-то был И это меня очень сильно потрясло Да, у меня тоже я сыроедение В начале я все по сыроедению тоже сочетала Ну и была почти сыроеда У меня сто процентов была Иногда мало что подожрать Ты именно сто процентов Я не пыла чай и кофе Потому что это была божья врач Да, я тоже в то время отказалась от чая и от кофе Прикинь, это очень шутко Потому что кофе якобы там останавливает процессы ощущения Что-то там такое Ну да, типа смысл... Кофеин Я не хотела какие-то... Ты сейчас пил Да, реально А сейчас все Ну, не стабилизаторы, а эти... Стимуляторы Да, никакие затем не витамины Я даже типа... Ну реально Зубные пасты там не хотела использовать Там какую-то... Даже аштаб Промыли мозги девки Просто приехал в Украину Ну как это, помыли мозги, да сразу Помогли, промыли мозги обратно И потом она мясо начала есть А, реально Вот что значит Когда посмотришь Не думавшись Но начнешь сыроедеть И очень резко сразу Да, резко нельзя никак это все делать Ну, да Но потом я встретила тебя И все случилось хорошо Да, потом я Лерку вернула к Вегасту И сейчас она уже осознана Как бы на растительном питании Больше года Больше года, да Когда вот это сыроедение Это там столько рамок Всяких Уграничений Запретов А если ты живешь даже В каком-то доме в частном То еще окей У тебя там свой сад У тебя более-менее Слоу-лайв какой-то А если ты в мегаполисе У тебя на каждом углу кофейня Где ты работаешь в офисе Едят все булки Едят все на ланчи ходят Все там курят возле тебя Ну это невозможно быть 100% сыроедом Долгое время По крайней мере А вопросы? Как тебя так вот спрашивают? Аааа Постоянно пояснять кому-то Да пояснять Да и вообще Всегда Всегда, да Постоянно все смотрят в тарелку И спрашивают И одно и то же нужно говорить Ты наедаешься? Тебе точно хватит Ну Они просто нормальную энергетику Не пробовали Вот поэтому сыроедом Уже кофей точно Да, реально очень вкусно Такое видео получилось У нас обо всем и ни о чем Но тут было два важных вопроса Которые мы хотели осветить Так сказать О том Что можно спокойно Балансировать Между дожем И тусовками Еще мы хотели сказать За сыроедение Так как Многие люди Которые переходят На веганство Становятся сразу Сыроедами Как мы это сделали И мы это не советуем Потому что Можно себе Получить какой-то РВП Ментальные Какие-то проблемы Отношения с едой Себе вырасти Какие-то странные И в итоге Разочароваться Еще в этом Поэтому, ребят Осознанно подходите К этому всему делу И не уходите в крайности Можно спокойно Быть веганом Оставаться Гулять С друзьями своими И просто не есть Мясо И молочные продуктики И все И спокойно Можно балансировать Между энергетиком И завтра Парабельщик Задание вам Попробовать По возможности Энергетик Да Монстр Энерджи С вкусом Жусь Хорошего вечера Или хорошего утра Или хорошего дня Не знаю когда вы это смотрите Подписывайтесь на инсту мою Надеркину Надеюсь она будет Что-то там больше выкладывать Смешилочек Всяких Но если даже нет То можете не подписываться На него конечно же Ну зачем Лишняя подписка У всех подписков есть Это не кончили бы Тогда выкладывай Пожалуйста Напишите пожалуйста По возможности Те кто смотрит вообще мои видео В комментах Нравится ли вам такой формат Если да То киньте какую-то тему Нам для обсуждений И мы ее обсудим Скажем свое мнение По этому поводу Все Всем пока Фик целую Ой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok